сегодня нас последняя лекция вот и сегодня и в следующий раз мы поговорим про диаграмму воронова и триангуляцию деланы оба товарища российские тире советские математики деланы в частности насколько мне известно был завкафедры высшей математики в мфты когда-то и это алгоритмы в их честь собственно названное начну начинаем из диаграмм воронова начинаем с диаграмма воронова и чтобы найти мотивировку зачем-то нужно обычно рассматривается такая пост офис проблем пост офис проблем идея очень простая представьте себе что вы живете в какой-то стране давайте для простоты будем считать что страна у нас задана на плоскости то есть нет там никаких препятствий нету не знаю столбов нету зданий короче расстояние между точками это просто эффективно расстояние между точками то есть без как бы движение без препятствий есть у вас какая-то страна если уже открыто несколько почтовых отделений n почтовых отделений отделений и собственно вам нужно понять а вот если какой-то человек хочет отправить какое-нибудь письмо то в какое самое близкое почтовое отделение ему нужно пойти просто из этих n отделений какой из них самое близкое к каждому конкретному человеку каждой конкретной точке на плоскость вот ну и здесь будет какая-то такая картинка давайте что-то такое нарисую значит весьма весьма условный весьма условную картинку понятно что наша плоскость разобьется на n частей на n регионов и в каждом регионе соответственно самая близкая точка к самая близкая почтовое отделение к данной точке это есть вот та точка отвечающая каждому региону у меня было черненькие точки это почтовое отделение все разбилось на n регионов в каждом регионе самое близкое почтовое отделение то вот который в ней лежит на то отделение которое лежит в соответствующем регионе значит ну здесь что можно сказать можно сказать что вот эти вот точки да по умолчанию они называются сайтами от английского слова сайт как как бы просто место на плоскости но вот поскольку у нас и так будет много всяких точек ребер и вершин и так далее я наверное чаще буду говорить слово сайт потому что нужно чтобы отличать вот эти точки множество по которым строится собственно это разбиание плоскости на n регионов отличающих от скажем вот этих вот вершин потому что понятно что есть какие то точки скажем равно удален но тут у меня конечно плохо нарисовано вот например эта точка она будет вершинной диаграмм вараново и будет равного длена от трех сайтов от трех почтовых отделений и собственно чтобы они не смешивать понятие скажем вершин его губок на вершина извините и грова нового и почтовое отделение я буду собственно называть вершинами для грамма варанова а называть сайтами сайт не веб-сайт да вот именно вот английского какая-то локация какая-то точка на плоскость вот и собственно это разделение плоскости на н регионов внутри каждого из которых свое почтовое отделение самое близкое это есть диаграмма ворону начну напишем определение пусть п это набор точек по этим так далее п н давайте наш набор сайтов набор сайтов пусть в открытого ячейка диаграмма воронова давайте уточню что у них там где же эта фамилия вороной не воронов ничего такое вот именно вороной это множество точек которые к точке п и ближе чем ко всем остальным это множество точек куб на плоскости куизер квадрат таких что расстояние от q до при не больше чем расстояние откуда пыжи ну или любого другого джи на для всех самих точек из но что сайтов для всех сайтов вот это называется ячейка диаграмма воронова соответственно от регион точек которые ближе всего располагаются к этой точке к этому сайту чем ко всем остальным ну и соответственно набор вот этих вот ячеек вместе скажем с соответствием какая ячейка соответствует какой точке это все взять совокупность называть диаграмма воронова диаграмма воронова обозначается вор от п диаграмма воронова построена по множеству сайтов п это ну вот совокупность всех ячеек диаграмма воронова совокупность всех ячеек в этой вот и собственно та картинка которая у нас была на прошлом слайде это и есть пример диаграмма воронова такое разбиение плоскости регионов внутри каждого из которых внутри каждого из которых своя точка свой сайт самый близкий ну и соответственно из этого определения сразу же рождается очень простой но не очень эффективный алгоритм построения диаграмма воронова наивный алгоритм построения наивный алгоритм построения если мы рассмотрим вот такое вот условие при фиксированных и иже мы очень легко поймем что множество к удовлетворяющих такому неравенству это как раз по это полуплоскость лежащие по одну из двух сторон серединного перпендикуляра между поезжей и причем по той стороне тоже лежит по и то есть вот если мы нарисуем на плоскости две точки по и пожи рассмотрим серединный перпендикуляр к отрезкам между ними да то есть мы найдем середину отрезочка приведем проведем перпендикулярную прямую тогда множество точек вот с таким но что точек q удовлетворяющих этому неравенству это в точности вот это может что точек все что лежит по ту же сторону у терпера что и точка пыль что и сайт вот ну это в общем то очевидно просто так работает серединный перпендикуляр на серединном перпендикуляре как раз таки лежат те и только те точки которые равна уголе минуты и пожи но если мы отступим в любой из двух сторон мы приблизимся либо к пылим к пожи и раз раз нам нужно чтобы пыли были ближе то собственно значит мы должны находиться по ту же сторону что и мои цена будет такой давайте вместе на для каждого сайта для каждой точки из диаграмма варанова мы просто построим все вот эти вот полуплоскости то здесь у нас сколько здесь нас с in минус одно неравенство для каждого сайта п и у нас есть и до 100 неравенства нужная множество точек q так вот давайте все этиologie цены полуплоскость пересечаем получим какую-то фигурку и собственно это будет ячейка наша диаграмма а переклипан uploading мы умеем за нлог с помощью алгоритма с прошлой лекции такой для каждого построить n минус одну полуплоскость определяемую неравенством ну вот собственно тем самым красным дадис пересечь полуплоскости за нога плоскости за от нога ну и так и так для каждого и вторая сим . вот инклорад луган потому что для каждой точки мы пересекаем от н полуплоскостей каждое каждое пересечение работы за нлогом все победу вот такой алгоритм корректно работающий не сильно эффективный до n квадрат луган мы построим окей ну короче есть если лучше чем вот но эта штука нам позволяет понять что ну какие-то свойства какие-то минимальные свойства наши диаграммы позволяет понять например как минимум то что каждая ячейка это выпуклая фигура следствие этого алгоритма каждая ячейка диаграмма вороново это выпуклая фигура но я нашел обобщенный выпуклый многоугольник обобщенный выпуклый многоугольник вот то есть часто это в принципе будет на самом деле выпуклый многоугольник если это грани ограничено да если если ты человек ограничена вот но если они ограничены как у нас было раньше это будет что-то такое вот многоугольное и бесконечное там грубо говоря в две стороны да вот например если я нарисую такой набор сайтов квадратик и . в центре этого квадратика то у меня диаграмма но будет какая то такая будет один такой на угольник и вот такие четыре лучах право вверх и вниз вверх с право влево вниз вверх соответственно каждая ячейка это вот есть внутри ромбик это тоже будет но это будет группанного угольник а вот это это обобщенное будет на угольник по söp просто как бы какая-то ломаная выпукло ломаной которая ограничивает нашу фигуру только она быть как бы бесконечная соответственно фигура тоже не ограничен ну и почему это все верно да почему-то обязательно выпуклая фигура просто потому что мы пересекаем n-1 фигуру а мы знаем что полуплоскость это конечно выпуклая фигура это очевидно но дальше если мы пересекаем любое количество выпуклых фигур мы получаем тоже выпуклых фигур что доказательства пересечения пересечения выпуклых фигур ну и поскольку мы пересекаем конечное множество фигур каждый из которых имеет ну я скажу так кусочная сейчас как короче границы каждый из которых является ломаной ну вообще даже прямой да потому что полуплоскость в качестве границы имеет прямую вот но когда пересекаем конечно количество такой фигур понятное дело что граница результата границы пересечения это конечно это ломано из конечного числа зрения потому что мы пересекаем конечное количество как бы прямых получаем там конечное количество точек и соединения могут быть только отрезками да там никаких дуг окружности и ничего такого не появляется вот поэтому конечно результат это всегда либо многоугольник ограниченный, выпуклый, либо такой обобщенный многоугольник, куда-то смотрящий в бесконечность. Вот такое простое следствие из нашего алгоритма. Хорошо. Ну и чтобы понять, что этот алгоритм, в принципе, далек от оптимального, давайте на самом деле убедимся, что диаграмма Воранова линейна по количеству вот этих вот всяких вершин и ребер в ней. То есть мы понимаем, что если у меня есть n сайтов, n исходных точек, n почтовых отделений, то, в принципе, на этой картинке видно, что вершин у диаграммы Воранова совсем немного. Вот здесь 4 вершинки всего. Да, ну и ребер сколько здесь? Ну, 8 ребер. Так вот, давайте докажем, что вершин и ребер в диаграмме Воранова на самом деле всегда линейное количество, а это, в частности, означает, что наш алгоритм, ну, скорее всего, далек от оптимального. То есть мы за квадрат построили линейную структуру. Да, это нас наталкивает на мысль о том, что алгоритм можно сделать получше. Если было бы наоборот, если бы мы вдруг смогли доказать, что бывают такие примеры, где диаграмма Воранова квадратична по количеству точек и ребер, то, понятно, там ничего сильным быстрее, чем у квадрата Воранова сделать нельзя. Итак, утверждение. Утверждение. Если... Так, сейчас мы скажем. Да, сначала первое утверждение. Если все сайты ИСП лежат на одной прямой, давайте первый пункт встрижения на одной прямой, то диаграмма Воранова для множества точек P состоит из n-1 параллельной прямой. в параллельной прямой. Утверждение второе. В противном случае... В противном случае ребрами диаграммы Воранова могут выступать только отрезки или лучи, могут выступать только отрезки или лучи. Причем диаграмма Воранова связана. Причем диаграмма Воранова связана, ну, если ее воспринимать как граф. Если ее воспринимать как укладку того графа, если просто ее воспринимать как графа. Если ее воспринимать как граф. То есть у нас есть все равно какие-то вершины, есть ребра между ними. И вот если рассматривать это графом, то он будет связен. Так, ну, доказательства. Первый пункт очевиден. Если у нас есть точки на прямой, вот давайте я их нарисую на горизонтальной прямой, тогда как выглядит для них диаграмма Воранова? Ну, значит, как выглядят множества точек, которые к первой из них ближе всего? Понятно, что нужно провести серпер между первой и второй. И все, что лежит слева от него, это, собственно, ячейка диаграмма Воранова для первой точки. Это будет VATP1. Дальше мы проводим серпер между второй и третьей. Это будет диаграмма Воранова для второй точки. Ну и так далее. Это диаграмма, сори, не диаграмма, ячейка. Да, ячейка для третьей, ячейка для четвертой. Очевидно, что ровно так выглядит диаграмма Воранова. И здесь, собственно, у меня нет никаких вершин в диаграмме, есть только набор из N-установной параллельной прямой. а вторая часть пусть не все лежат на одной прямой лежат на одной прямой давайте докажем сначала что не бывает бесконечных прямых до таких двусторонних прямых лучи как мы поняли уже бывают лучи которые в какой точке начинаются и потом уходит на бесконечность такие точки бывают подавайте докажем что не бывает таких прямых которые бесконечны в обе стороны докажем что не бывает прямых вот пусть это не так пусть бывают пусть бывают картинка какая-то такая вот есть какие две точки по и pg да мы понимаем что прямая если откуда-то берется то она конечно или серпер между кем-то двумя точками по середине перпендикуляр между двумя точками вот пусть это такой бесконечный середине перпендикуляр между по и pg и эта прямая входит в диаграмму воронова как бы без изменений на целиком вся такая бесконечная прямая пошла в открытку хорошо но раз мы знаем что не все точки лежат на одной прямой то вот вне этой прямой по и pg есть еще хотя бы одна точка давайте не умоляю общественности что она лежит в правой полу плоскости вот пусть есть какая-то там . пока пока что она не лежит на прямой и же не лежит на прямой напрямой по и pg вот ну и при этом лежит как бы по ту же сторону под середину перпендикуляра что и pg давайте не буду писать короче просто на картинке считаем что пк там же от серпира где и пж хорошо тогда давайте посмотрим середина перпендикуляр между этим двумя между этими двумя точками PGE и PK. Поскольку PGE и PK не лежат на вот этой же самой горизонтальной прямой, то серединный персп especuliart будет не параллелен вот этому исходному серединному перспираю. Поскольку Pededna ни на одной прямой, то этот серединный перспираю не параллелен старому середину перспираю. Значит, они где-то пересекутся. Давайте я понагляю, вот так нарисую, прям упорек текста. Где-то они пересекутся. Тогда что это значит? Это значит, что вот эти все точки, лежащие на этом середине пермикуляра, они ближе к ПК, чем к ПЖ. Давайте здесь возьмем какую-нибудь точку Q. Тогда понятно, что дистанс от Q до ПК меньше, чем дистанс от Q до ПЖ. Просто потому, что эти все точки лежат по неправильную сторону от середины пермикуляра, то есть по ту сторону, которая ближе к ПК, чем к ВПЖ. Но тогда, извините меня, вот эти точки, они никак не могли в диаграмме Воронова, они никак не могли лежать на середине пермикуляра между ПИ и ПЖ, просто потому, что ПЖ не оптимальная точка для них. То есть для них ближе находится точка ПК, а значит, вот этот кусок границы, все, что находится выше этой точки пересечения, это никак не может лежать в диаграмме Воронова, потому что для них ближайшая точка не ПЖ, а ПК или даже более близкая. Все эти точки, все эти точки Q находятся ближе к ПК, чем к ПЖ, следовательно, не могут находиться на границе ячейки ПЖ. Ну, а мы исходно предположили, что есть бесконечная длинная прямая П и ПЖ, в обе стороны бесконечная, которая, ну, собственно, раз она есть, то она является разделяющей прямой между ячейкой Воронова для точки И, для сайта И и для сайта Ж. Ну, а мы показали, что, получается, на этой, на общей стороне двух ячеек мы как бы неправильно нашли ответ, потому что для них, для всех, точка ПК ближе, чем ПЖ. Ну, противоречие, да, получается, бесконечных прямых быть не может, и как бы в этом случае, даже если картинка такая, то максимум, какая может быть общая часть границы между ИТОЙ и ЖИТОЙ ячейкой, это вот то, что находится ниже этой точки. Да, вот все, что вниз, это потенциально может быть куском границы между ИТОЙ и ЖИТОЙ точками. Но вот все, что выше, оно точно уже не лежит на этой границе. Так мы показали, что прямых точно не бывает, коль скоро не все точки на одной прямой. Ну, значит, отсюда сразу следует, отсюда сразу следует что ребра это только отрезки или лучи. Только отрезки или лучи. Ну, так как ребра, это, по сути, пересечение двух выпуклых многоугольников, ну, или двух обобщенных выпуклых многоугольников, да, причем они пересекаются, конечно, по множеству мер и ноли, потому что у меня есть разбиение плоскости на какие-то ячейки диаграммы Воронова, да, на ячейки диаграммы Воронова, пересечение двух соседних ячеек, это, собственно, часть их общей границы, это множество точек, которые равноводорены двух каких-то сайтов. Ну, и тогда понятно, что это общая часть, общая часть границы, это выпуклая фигура, мер и ноль, значит, либо отрезок, либо луч. Да, то есть не может быть там, ну, во-первых, не появляется никаких кусков там окружности и так далее, но у меня все прямолинейное всегда пока что. Вот, ну, и это, непрерывный кусочек, потому что все выпукло, пересечение выпукла хрыбку. Вот, значит, все, что может быть, это только отрезки или лучи, от прямых мы избавились. Вот, и отсюда следует, что на самом деле диаграмма связана. Отсюда следует, следует, что диаграмма Воронова для множества точек В связана. Вот, ну, потому что если это не так, если это не так, тогда, ну, как такое может быть? Как такое может быть? Давайте подумаем. На самом деле, единственный случай, когда такое может быть, это что, если у меня в диаграмме Воронова есть две параллельные прямые, которые являются ребрами нашего, нашей диаграммы. Такое может быть. Ну, то есть, и, соответственно, какая-то ячейка ограничена просто двумя параллельными прямыми слева и справа. она может быть не связана. Только если какая-то из ячеек ограничена с двух сторон параллельными прямыми. Вот, но мы знаем, что у нас нету ребер прямых, у нас есть только ребра лучей, значит, такой картинка точно не будет, и, в общем-то, где-то здесь будет какое-то соединение между этими двумя кусочками. Вот. Ну, можно сказать, что противоречие, да, то есть, если есть не связанность, то обязательно картинка какая-то такая, и точка заключена между двумя вертикальными прямыми, ну, в смысле, параллельными прямыми. А такого не бывает, потому что мы доказали, что прямых в нашей диаграмме уже нет. Вот, хорошо. Это мы доказали. И отсюда, собственно, это утверждение нам не то, что очень нужно, да, про связанность диаграмма Воронова. Не нужно для, не знаю, алгоритмов, вот, но нужно для того, чтобы показать линейность. Значит, теорема. Теорема, если N хотя бы 3, если есть хотя бы 3 сайта, то в диаграмме Воронова, ну, и давайте подпишем, что не все точки на одной прямой, потому что если все точки на одной прямой, мы уже все это помним. И не все сайты лежат на одной прямой. то ворот П содержит не более 2 и минус 5 вершин и не более 3 и минус 6 ребер. Ну, собственно, докажем линейность размера нашей диаграммы. Доказательства. Значит, из того, что у меня граф связный, я могу сразу применить формулу Эйлера. Формула Эйлера, напоминаю, нам важна связность графа. Связанность планарного графа. Так как есть связность. Вот, но здесь есть все еще небольшая тонкость, потому что у меня есть такие бесконечные ребра, да, как мы поняли, есть такие, бывают такие лучи, они всегда будут, от них никуда не деться, которые уходят на бесконечность. И с ними тоже что-то надо сделать, потому что иначе это как бы не граф, а такой, ну, не знаю, бесконечный граф, что ли, с таким мы не работаем. Давайте тогда мы нашу диаграмму немножко подправим. Давайте нарисую опять какую-то картинку. Значит, вот есть сайты черные, а диаграмму нарисую красный. Вот какая-то такая диаграмма. Давайте тогда просто искусственно создадим новую вершинку, которую назовем ВС индексом бесконечность. И вот эти вот все бесконечные, вот эти полубесконечные ребра, все вот эти лучи, мы их как бы так вот замкнем на В-бесконечность без пересечения друг с дружкой. То есть будет какая-то такая вот картинка, какая-то такая картинка, и теперь это будет уже конечный граф. То есть мы взяли В-бесконечность достаточно далеко, так чтобы эти, соответственно, куски кривых можно было нарисовать так, чтобы они не пересекались с друг с дружкой. И теперь получился конечный уже граф, для которого можно написать формулу Иллера. Ну, давайте я напомню, давайте я напишу полусловами, что если мы возьмем число вершин в графе, вычтем число ребер и прибавим число граней, то получим двойку. Если исходный планарный граф связи. Значит, что у нас здесь? Число вершин – это сколько? Это В плюс 1. Если у меня было исходно В вершин в моем графе, в диаграмме Воронова, то теперь их стало на одну больше, потому что мы добавили одну новую В-бесконечность. Дальше. Если было изначально Е-ребер, то здесь Е и осталось, потому что каждая полубесконечная я, собственно, просто продолжил, то есть я новых ребер не вводил и старой не удалял. Число вербер осталось таким же, как было. Вот вопрос, что с гранями. Грани, как я понимаю, здесь N. Да, потому что, например, на этой картинке у меня есть 5 сайтов и 1, 2, 3, 4, 5 фейсов, 5 граней. Ну, собственно, понятно, почему граней ровно N, потому что мы разбиваем всю плоскость на N как раз ячеек и диаграммы Воронова. Каждая ячейка – это грань. Ну, а дальше, если мы как-то их соединили, то число граней не изменится. Здесь, конечно, имеется в виду, что внешняя грань остается, вот тут будет внешняя грань. Но внешняя грань, она, конечно, учитывается в формуле A. Поэтому граней будет в точности N. Вот это равно 2. Хорошо. Значит, V плюс 1 минус E. Да? А вот почему мы можем так их нарисовать, ну, так пересечь лучи, чтобы… ну, так их провести в V бесконечную, чтобы они не пересекались? Интересный вопрос. Стереографическая проекция. Я не знаю, что такое стереографическая проекция. Если вам что-то сказала, то хорошо. Ну, блин, давайте подумаем немножко. Да? Ну, можно сказать, наверное, что-то такое. Давайте посмотрим на все наши лучи. Так. Лучи в одну точку соберутся и все, получим граф на сфере. А! Ну да, 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 да. В принципе, хороший ответ. То есть, что такое стереографическая проекция? Это мы, типа, давайте положим какую-то… вот это у нас плоскость. Давайте на нее сверху положим такую сферку. Да? То есть, давайте считать, что вот все происходит на плоскости. Я сверху кладу такую сферу и бесконечные лучи на этой сфере вычерчивают ну, как какие-то дуги дуги окружности. И вот если за В бесконечно взять там какой-нибудь северный полюс этой окружности, то как раз эти все дуги, когда мы проведем, соберутся в северный полюс. Вот, можно сказать так. Либо можно сказать, что давайте посмотрим, в принципе, на все наши лучи, на то, какие лучи у нас нарисованы на плоскости. Вот. Их можно как-то упорядочить по наклону угла. То есть, все лучи будут как-то там, ну, вот, в таком порядке каком-то обходиться, в порядке против всего стрелки. Ну, и давайте просто там заведем какую-то точку с координатами плюс бесконечность, плюс бесконечность и проведем, ну, там, эти лучи так дополним, ну, вот, собственно, ну, как на картинке, да, то есть, зная порядок сортировки всех лучей, мы можем там почти что явной формулой написать, как именно должны эти кривые быть устроены, так, чтобы они все не пересекались. Ну, тут можно немножко помахать руками, это довольно интуитивно, кажется, довольно понятный факт. Итак, значит, давайте немножко упрощу, давайте я единичку вычету из обеих частей. Вот. Будет v минус e плюс n равно единице. Едем дальше. Мне нужна будет еще одна оценка. Мне нужна оценка, что 2e больше равно 3v плюс 1. Значит, откуда это берется? Это берется из того, что это в точности сумма степней всех вершин, сумма степней всех вершин, ну, потому что когда мы просуммируем все вершины, получим точность 2e, это там лема рукопожатия, или как это называется, это простой факт. А это нижняя оценка. Нижняя оценка. на сумму степеней. На сумму степеней. Так как степень каждой вершины хотя бы 3. Степень каждой вершины каждой вершины хотя бы 3. Вот. По-хорошему, это надо тоже еще как-то пояснить, почему степень каждой вершины хотя бы 3. Ну, смотрите, для v-бесконечности это очевидно, потому что v-бесконечность соединена, по крайней мере, с n вот этими бесконечными лучами. Ну, окей, их там, возможно, не n. Ну, короче, легко увидеть, что этих бесконечных лучей тоже хотя бы три. Давайте это отдельно соединена хотя бы с тремя бесконечными лучами. А для нормальных точек, для нормальных вершин нашей диаграммы Воронова, что может быть? Вот если у меня есть какая-то вершинка диаграмма Воронова, то как локально вокруг нее может быть устроена диаграмма? Ну, смотрите, мы понимаем, что все наши фигуры – это ограниченные, пардон, обобщенные, наоборот, обобщенные, выпуклые на угольнике. Но раз они выпуклые, то все углы при их вершинках меньше, чем 180 градусов. То есть локально картинка какая-то такая. Есть несколько углов, торчащих из этой вершинки. В сумме они дают 360, но, значит, раз каждый из них меньше, чем 180, значит, их хотя бы три. И раз каждый из углов меньше 180, меньше π, то, значит, углов, чтобы набрать 2π, их должно быть хотя бы три. Значит, степень каждой вершины хотя бы три. То же самое с В бесконечности, на самом деле, потому что вот эти вот лучи, они заметают целиком угол 2π, и между двумя соседними угол не больше, чем π. Опять-таки, из-за всяких выпуклостей. Вот, между соседними угол меньше, чем π, а нужно набрать 2π. Ну, значит, их там хотя бы три. Поэтому В бесконечности тоже хотя бы три луча. Степень тоже хотя бы три. Вот, значит, есть такая оценочка. 2e больше 0, чем 3, v плюс 1. Ну, а дальше нужно просто подставить эту старую формулу и получить все нужные нам оценки. Значит, давайте я напишу, что e больше 0, чем 3 пополам, v плюс 3 вторых. Так, дальше вернусь и перепишу старую формулу, что v минус e плюс n равно 1. Так, отсюда выражу e, напишу, что e – это v плюс n минус 1. Да, дальше вот на эту штуку напишу оценку сверху. 3 вторых, v плюс 3 вторых. Что-нибудь перенесу. Переведу подобные. И получу оценку на число вершин. Вот, получу, что вершин не больше 2n минус 5. Ну, а раз вершин столько, то, опять-таки, вот из этой формулы, ну, точнее, точнее, вот из этого выражения, мы знаем оценку сверху на e. Раз e равно v плюс n минус 1, и v не больше, чем вот это, что-то можете себе подставить, будет не больше, чем 3n минус 6. Доказали. Короче, формула Эйлера с добавлением одной вершинки на бесконечности и на которую мы замыкаем все бесконечные лучи. Вот, хорошо. Получается, что наша структура, она линейная. В ней o, t, n вершин, o, t, n, ревер. Вот, и значит, можно надеяться на то, что есть какой-то алгоритм побыстрее. Хорошо. Что-то мы доказали. Дальше нужен будет критерий того, что какая-то точка является вершиной, и то, что какой-то отрезок, ну, и там между двумя вершинками есть ребро. Значит, давайте дадим определение. Пусть p – это опять набор сайтов, а q – это какая-то точка плоскости. Тогда c, u от p – это круг максимального радиуса с центром в q, с центром в q, который внутри себя не содержит ни одного сайта. Который внутри, в скобочках, во внутренности, то есть именно во внутренности, да, на границе он кого-то может содержать, а именно что во внутренности он содержит, который внутри не содержит ни одного сайта. Вот, и такой круг мы будем называть максимальным пустым кругом. Максимальный пустой круг. Вот, картинку тоже давайте нарисуем. Вот есть какие-то точки. Мы берем какую-то точку q, вот, и рисуем максимальный круг, да, так, чтобы внутри никого не было, ну, а на границе, соответственно, обязательно кто-то будет, потому что мы же не можем бесконечно расширять круг так, чтобы в нем никого не было. Обязательно в какой-то момент на границе кто-то будет. И вот в зависимости от того, сколько точек попали на границу этого пустого круга, у нас есть разные свойства для этой точки q. Итак, теорема. Первый пункт. Точка q является вершиной диаграммы Воранова. Является вершиной диаграммы Воранова. Если и только если cq от p на своей границе содержит по крайней мере три сайта. Ну, понятно, что если он содержит кого-то, то обязательно границы, потому что внутри круга никого нет. Давайте я в скобочках это припшу. Содержит на своей границе, на своей границе, по крайней мере, три сайта. По крайней мере, три сайта. И второй факт. Это мы охарактеризовали все вершины диаграммы Воранова. Теперь давайте охарактеризуем ребра. Значит, в диаграмме Воранова есть кусок серединного перпендикуляра между p и pg. Давайте, что так, участвует серединный перпендикуляр к p и pg. То есть, да, мы уже понимаем, что каждый серпер, он либо вообще не входит в реангуляцию, то есть это какая-то полуплоскость, которая накладывает ограничения, но она более слаба, чем, скажем, все остальные. То есть, когда мы пересекаем, скажем, все полуплоскости, отвечающие и тому сайту, то какая-то конкретно житая полуплоскость может быть слишком слабая и не накладывает новых ограничений по сравнению со всеми остальными. Так вот, иначе этот серпер участвует и нам задает либо отрезок, либо луч, как мы уже доказали. Ну, давайте считать, что выраженный случай, когда все на одной прямой мы не рассматриваем. Значит, иначе у нас этот серпер является ребром, если только если существует точка q на этом серединном перпендикуляре, так, забыл стрелки, на серединном перпендикуляре к пи-пжи, такая, что максимальный пустой круг с центром в кум не содержит, кроме пи-пжи, никаких других точек. не содержит других, ну, других сайтов, кроме пи-пжи. То есть, ну, на границе, понятно, на границе будут лежать пи-пжи, на границе будет лежать пи-пжи, а давайте я немножко перепишу все-таки это условие. Этот максимальный круг содержит на границе пи-пжи, а больше никого не содержит, вот так. А больше никаких сайтов не содержит, ни внутри, ни на границе. Вот такую теорему критерий ребра и вершины мы сейчас докажем. Так, ну, доказательства. Первый пункт. Давайте, скажем, мы пойдем слева направо. Пусть какая-то вершина является вершиной, какая-то точка является вершиной диаграммы Воронома. Ну, что значит, что это вершина? Это значит, что она, раз это какая-то вершина на границе каких-то там многоугольников, то она получается равная удалена от нескольких сайтов. И причем этих сайтов хотя бы три. Мы поняли, что если это вершина, то у нее степень хотя бы три. Вот давайте точка Q. Эта вершина, у нее степень хотя бы три. Значит, она входит хотя бы в три ячейки диаграммы Ворона. Вот там какая-то одна ячейка первая, вот какая-то вторая, вот какая-то третья. Значит, Q лежит на границе хотя бы трех ячеек диаграммы Ворона. Ну, значит, понятное дело, она равна удалена от сайтов, которые порождают эти ячейки. Да, вот эти вот три сайта черненькие. Значит, она от них равна удалена. Раз она лежит на границе каждого из них, то она равна удалена от всех этих сайтов. Вот. Значит, Q равна удалена от сайтов, соответствующих этим ячейкам. Вот. Значит, в этом круге уже на границе есть хотя бы три точки. Ну, понятно, что если степень Q больше, чем 3, то там может быть несколько точек на границе этого пустого круга. Теперь вопрос, почему внутри этого круга нет ничего другого. То есть, вот этот круг я рисую с центром Q. Он содержит наши три сайта. Почему нет никого другого? Ну, если был бы кто-то другой внутри круга, то есть, представьте, что есть какой-то сайт внутри. Тогда это значит, извините, что точка Q, она не лежит не то что на границе вот этих трех старых ячеек, но даже просто не принадлежит этим ячейкам, потому что к ней вот эта точка была бы просто ближе. Значит, она лежала бы просто в другой ячейке. Она не могла лежать в этих трех старых. Если есть более близкий сайт, то Q не могла лежать в трех исходных ячейках. Потому что если она в ячейке лежит, это значит, что какая-то точка, что тот сайт, порождающий эту ячейку, самый близкий к ней. Ну, а если есть какая-то точка внутри окружности, то получается, что этот сайт ближе к Q, чем, собственно, все, которые мы построили, чем те, которые получают для грамм-бранного. Ну, значит, противоречие. То есть, в обратную сторону. Пусть у меня точка Q, мы для нее построили максимальный круг, максимальный пустой круг, и на его границе есть хотя бы три точки, хотя бы три сайта, хотя бы три пештовых отделения. Три или больше. Так, почему тогда это обязательно вершина? Ну, давайте я нарисую эту окружность, давайте я отсерстеру все сайты в порядке исследования по этой окружности. Тогда понятно, что пуль жит на вот таких вот сверхсердинных перпендикулярах. Так. Вот. Сейчас, секундочку. Так. Ну, да, собственно, опять, ближе к Q никого нет. А, да, можно просто сказать, что получается, что Q лежит одновременно хотя бы в трех ячейках, потому что ближе к ней никого нет. И получается, что когда я расширяю радиус, я, получается, пытаюсь понять, какая точка ко мне самая близкая. Пока никого нет, никого нет, потом я так расширяюсь, что одновременно сразу хотя бы три точки стали ко мне самыми близкими. Но раз хотя бы три точки стали ко мне самыми близкими, значит, я лежу хотя бы в трех ячейках. Да, получается, что Q есть хотя бы три самых близких сайта. Самых близких сайта. Значит, Q лежит хотя бы в трех ячейках. Q лежит хотя бы в трех ячейках. Ну, значит, она просто является обязательно вершиной всех этих ячейок. Q вершина всех этих ячейок. Потому что когда вы пересекаете, по крайней мере, три обобщенных выпуклых многоугольника, у вас пересечение обязательно будет в вершине. Ну, потому что там не может быть ребро, потому что иначе, если у вас пересечение трех многоугольников – это ребро, то получается, что один лежит где-то сверху, второй где-то снизу, а третий, он не может здесь как бы нигде содержаться, чтобы быть выпуклым и не пересекаться с остальными. То есть если есть три ячейки выпуклые, которые пересекаются, то они могут пересекаться только по вершине, и, собственно, код обязательно вершина диаграмм Воронова. Вот такой первый фрагмент теоремы. Первый пункт, критерий того, что точка является вершиной. Второй, давайте вспомним, это про то, когда что-то является ребром. Значит, что-то является ребром, точнее, серийный перпендикуляр к ПИКПЖ участвует в диаграмме Воронова, если на этом серпере есть какая-то точка, такая, что максимальный круг с центром в ней содержит ПИКПЖ, но больше никого не содержит. Так, давайте опять слева направо. Слева направо это означает, что у меня середина перпендикуляр участвует в диаграмме Воронова, то есть есть два сайта ПИКПЖ, есть середина перпендикуляр между ними, ну и, по крайней мере, какой-то его отрезок входит в нашу диаграмму Воронова, какой-то его нетривиальный, непустой отрезок, даже, я бы сказал, отрезок положительной меры, то есть не просто точка, а какой-то отрезок, входит в диаграмму Воронова. Тогда почему на нем задней есть такая хорошая точка? Давайте возьмем любую точку на этом ребре. Давайте построим максимальный круг с центром этой точки и поймем, что он ровно такой. Возьмем в качестве КУ любую внутреннюю точку ребра, то есть не вершину, внутреннюю точку ребра. Рассматриваем максимальный круг, тогда понятно, что ПИ и ПЖ точно здесь лежат, то есть они просто равно удалены от КУ, поэтому они будут лежать на этом круге. И внутри этого круга никого точно не будет, потому что, если был бы кто-то ближе, то, соответственно, КУ не могла лежать одновременно и в ИТ-ячейке, и в ЖИТ-ячейке, она, потому что лежала бы в другой ячейке и, соответственно, не могла лежать в ПИТ-е или в ПЖИТ-е, поэтому никого нет. И на круге также никого больше нету, потому что, если кто-то был бы, то получается, что КУ должна была быть вершиной, а мы предположим, что мы берем внутреннюю точку. Итак, рассматриваем СКУ от П, максимальный вот этот пустой круг. Внутри него… Нет, не так. Сори, давайте не его рассмотрим. Сейчас переформулируем. То есть рассмотрим круг с центром в КУ и радиусом УПЖ, длина этого отрезка. Значит, он также содержит ПИ, потому что расстояния равны, поскольку КУ не лежит на середине при поликуляре. Дальше он пустой, так как иначе, повторюсь, если есть какая-то точка внутри этого круга, то точка КУ просто… Ну, мы предположили, что КУ лежит на ребре, который разделяет ИТ-е и ЖИТ-е ячейку. Получается, что ИТ-е и ЖИТ-е ячейка имеют какой-то общий кусок границы, и КУ самые близкие сайты – это ИТ-е и ЖИТ-е. Но если есть какая-то точка внутри этого круга, то получается, к ней есть еще более близкий сайт, что противоречит предположению. Он пустой, так как иначе КУ есть более близкий сайт. Здесь более близкий сайт. Все доказали слева-направо. А, нет, да. И еще на границе никого нет, потому что иначе какой-то вершин. На границе круга никого больше нет. Так как иначе КУ должна быть вершиной по первому пункту. Должна быть вершиной диаграммы Воронова по первому пункту. Вот, теперь все. И в обратную сторону. Значит, мы предполагаем, что есть какие-то два сайта ПИПЖ, есть бесконечный сердиный корпуляр между ними, и есть какая-то хотя бы одна точка на нем, такая, что максимальный круг с центром этой точки проходит через ПИПЖ и больше никого не содержит ни внутри, ни на границе седа. Там какой-то такой круг, он больше никого не содержит. Тогда почему обязательно есть ребро, разделяющее ИТ-е и ЖИТ-е ищейку в диаграмме Воронова? Так, сейчас сообразим. Да, ну что означает это условие? Это означает, что к КУ ближайшие два сайта – это ИТ-е и ЖИТ-е, а все остальные строго дальше. Самые близкие к КУ – это ПИПЖ, а все остальные строго дальше. Строго дальше. Значит, если я еще немножечко пошевелю вот эту точку КУ вверх и вниз вдоль этого середины корпоригуляра, то у меня все еще будет выполняться то же самое условие, что точки ПИПЖ будут одинаково близки, а все остальные все еще будут строго дальше, ну, потому что у меня функция расстояния на непрерывно. Значит, здесь есть какой-то небольшой, но положительный длинный интервал на этом середине корпоригуляре, такой, что целиком этот интервал как бы более близок, извините, одинаково близок к КИПЖ, а все остальные дальше. Ну, значит, понятное дело, что это просто кусок границы между ИТ-е и ЖИТ-е ищейкой. Это значит, что интервал вокруг КУ – это общий кусок границы двух ячеек ВПИТ-е и ВПЖ-е. Ну, потому что к этим ко всем точкам самые близкие – это ИТ-е и ЖИТ-е, они лежат в пересечении наших двух ячеек, значит, ну, собственно, они на границе, и получается, что эта штука – это кусок границы. Вот, собственно, мы это и доказали. Мы, собственно, и хотели доказать, что ИТ-е и ЖИТ-е ищейка имеют общий кусок границы, который является подмножеством середины корпоригуляра. Ну, а там длина этого интервала нам не важна, там, ну, какой-то, не знаю, будет такой, да, или такой. Главное, что какая-то часть входит, то есть мы получили как бы условия на ребро. Вот. Доказали теоремку, которая характеризует все наши вершины и ребра, нашей диаграммы Варанова. Хорошо. Теперь давайте мы кратко и очень неподробно разберем алгоритм, который Зайн Луген может построить диаграмм Варанова. Мы не будем выдаваться в его детали. Вот. Мы на следующей лекции разберем вероятность алгоритма для построения реангуляции Диланэ, и, собственно, из него можно будет построить диаграмм Варанова. Давайте так очень на пальцах попишем алгоритм Форчуна построения диаграмм Варанова. Вот. И нам там эти факты, эти критерии, вершинки, ребра, конечно, будут нужны. Итак, алгоритм будет такой, это будет просто сканирующая прямая сверху вниз. Сканирующая. Ну, просто это я погорячусь, конечно. Но основная идея, что это просто сканирующая прямая сверху вниз. Сканирующая прямая сверху вниз. Ну, идея такая. Вот есть какое-то текущее положение моей прямой горизонтальной, есть какие-то сайты выше этой прямой, есть какие-то сайты ниже этой прямой. И нам хотелось бы сказать, давайте представим, что выше этой прямой я уже построил правильную диаграмму Воронова, дальше спускаю L вниз, появляются новые точки, как-то диаграмм перестраивал. Хотелось бы так сказать. Но здесь, к сожалению, это не совсем корректно так говорить, потому что верхняя часть диаграмм Воронова вполне себе может зависеть от точек, которые лежат ниже этой L. То есть точки, лежащие ниже L, которые мы пока даже не рассмотрели, они вполне спокойно могут влиять на вид диаграмм Воронова сверху. Потому что нам нужно будет строить серпиры от этого сайта ко всем остальным. Соответственно, вот такая штука будет являться куском границы одной из ячеек. А мы еще даже не знаем про эту точку, соответственно, про этот серпир мы ничего не знаем. Поэтому не то, что я поддерживаю корректную диаграмму Воронова сверху, потому что она зависит от того, что находится снизу. Хорошо. Давайте мы, тем не менее, подумаем, а какую часть диаграммы Воронова мы хотя бы можем вообще себе… Какую мы точно знаем. Какая диаграмма Воронова точно построена и какая точка не будет меняться. Вот. Ну, на самом деле, смотрите, если есть какая-то точка Q, какая-то точка Q, от которой до ближайшего сайта расстояние меньше, чем до прямой. Вот если до точки Q расстояние, если от точки Q расстояние до ближайшего сайта меньше, чем до прямой, давайте я напишу, что X меньше, чем Y, тогда для точки Q я уже точно знаю, где она лежит, в какой ячейке она лежит. Ну, потому что я знаю, что ближайший к ней – это вот это. А все, что ниже до прямой, точно не повлияет на ячейку вершины Q, ячейки точки Q, потому что если до прямой L расстояние уже больше, чем X, то, соответственно, на всех остальных точек расстояние будет еще больше, потому что они лежат под прямой, соответственно, расстояние будет больше. Теперь у меня вопрос к вам. Знаете ли вы, как выглядит множество точек Q? Давайте я фиксирую какой-то ПИ. Знаете ли вы, как выглядит множество точек Q, которые ближе к вершине, к сайту, чем к этой горизонтальной прямой? Парабола. Да, это парабола. Потому что если мы, наоборот, сделаем… Да, ну, внутренняя часть параболы. Потому что если мы приравняем x равно y, то мы получим условие, что расстояние от точки до сайта должно быть равно расстоянию от точки до прямой. Это как раз одно из свойств параболы. Соответственно, у нас будет какая-то такая картинка. Это множество точек, которые равно удалены от точки и от прямой. Соответственно, точка – это будет фокусом параболы. Прямая будет директриса параболы. Фокус – директриса. Ну и, соответственно, все, что лежит выше этой параболы, это и будет та часть, где мы точно уже знаем ответ, Что эта точка ближе, чем прямая, значит, ближе, чем все нерассмотренные точки. Хорошо. Теперь давайте для каждого просмотренного сайта я построю такую параболу и рассмотрю их нижнюю огибающую. То есть будет какая-то такая картинка. Для каждого сайта я рисую параболу, какую-то такую. Такое будет. Не знаю, здесь весьма схематично что-то нарисую. И рассмотрим нижнюю огибающую. У него будет что-то такое безобразное, некрасивое. Но что получится. И все, что лежит выше этой нижней огибающей, там уже целиком знаем нашу диаграмму. Там уже целиком знаем нашу диаграмму. Хорошо. Ну, а вот эта вот синяя нижняя огибающая всех парабол называется в литературе по-английски beach line, по-русски береговая линия. Береговая линия. То есть береговая линия наша состоит из нескольких кусков парабол, причем, заметьте, у нас одна парабола может давать несколько кусков. Как вот эта вот первая. Есть у нее этот левый бесконечный кусок. И есть вот этот еще конечный второй кусочек, который заключен опять между двумя другими параболами. То есть не то, что у нас непрерывно идет одна парабола, потом другая, потом третья и так далее. А еще они могут так перемежаться, что сначала первая, потом вторая, потом опять первая. Каким-то своим кусочком. Ничего страшного, просто подчеркиваю, что такое тоже бывает. Ну и тогда смотрите, как меняется этот профиль, как меняется статус вот этой береговой линии, когда мы двигаем нашу директрису, когда мы двигаем нашу сканирующую прямую вниз. Значит, ну появляются иногда новые точки. Когда у меня происходит спуск до очередного сайта, у меня происходит так называемый сайт-эвент. Событие-точка. Сайт-эвент это по-русски событие-точка. Событие-точка. Соответственно, в этот момент в наш профиль, в наш статус вклинивается новая парабола, которая в самом начале выглядит как просто вот такая бесконечная прямая вверх. Потому что если у вас точка лежит напрямой на директрисе, то парабола вырождается просто в прямую. Ну, соответственно, на самом деле в такую бесконечную прямую, но мы ее рисуем полубесконечной, только вверх. И, соответственно, если мы L чуть-чуть вниз подвинем, то уже вместо вот этой прямой у меня будет какая-то такая очень-очень узкая, очень тоненькая парабола. Ну и она, соответственно, с течением времени будет вот так расширяться и расширяться. У меня есть сайт-эвент, это когда какая-то новая парабола вставляется в береговую линию, а новая парабола вставляется в береговую линию. Есть второй тип событий, это так называемый circle event. Это когда какие-то три параболы, не так, короче, когда одна из парабол удаляется из береговой линии. Видимо, мне нужен, хотя нет, наверное, я здесь смещусь. Значит, смотрите, вот есть у меня какие-то три параболки, например, как-то вот так выглядящие. Вот так, вот так, и вот как-то так. Есть три дуги параболы, и вот если я L буду сдвигать вниз, то, в принципе, вполне себе может быть такое, что у меня эти параболы начнут выглядеть как-то так. И, соответственно, вот эта вот центральная средняя дуга выродится в точку. То есть она будет выглядеть как-то вот так, но нижняя огибающая ее уже перестанет содержать. То есть одна из дуг вырождается в точку, и, соответственно, нам нужно будет удалять эту дугу параболы из нашего статуса, из нашего профиля, того, что находится выше сканирующей прямой. Почему это circle event? Потому что эта точка, она на самом деле будет вершиной нашей диаграммы Воронова, и она одновременно равноудалена от четырех элементов. Она равнодалена от фокуса первой параболы, от фокуса второй параболы, от фокуса третьей параболы и от директрисы. Потому что в момент, когда одна из дуг параболы, ну, то есть одна дуга параболы пропадает, это означает, что происходит касание вот этой вот параболы с двумя другими, соответственно, точка, ну, окей, пересечения, да, по крайней мере, что вот эта вот точка пересечения равна удалена от трех фокусов. Ну, еще, поскольку все это происходит на параболе, то она еще и равна удалена от прямых. Поэтому такой circle event с центром этой точки, вот такой вот будет большой circle, большой круг, который содержит на себе три фокуса и касается сканирующей прямой. То есть circle event по-русски это событие окружности. Событие окружности. Для такого мы просто подсчитываем, смотрим на все тройки подряд идущих дуг парабол, вычисляем вот эту вот точку лежащую, ну, равноудаленную от этих трех фокусов, то есть, по сути, просто строим центр описанной окружности для вот этого треугольника, да, для трех последовательных фокусов, строим эту самую точечку, вот, и говорим, что если L находится на расстоянии R от этой точки, где R – это радиус описанной окружности, то вот нам нужно добавить новое событие, при котором у меня появляется вершина диаграммы Воронова, поскольку она, ну, да, равноудалена от трех вершинок, от трех сайтов. Значит, появляется вершина диаграммы Воронова, и одна из дуг удаляется, одна из дуг парабол удаляется, появляется новая вершина. Вот, ну, а при движении этой L у меня как раз вершины, вершины вот эти вот пересечения парабол будут заметать ребра, потому что, смотрите, когда, ну, то есть, что такое вообще вот эти точки вершины? Это как раз точки, которые равноудалены от каких-то двух сайтов и больше ни от кого, да, потому что если бы они были еще от кого-то, ну, на том же же сцене, то там их было хотя бы три, и это была бы уже вершина, и, соответственно, там одна из парабол была бы несущественна. Ну, это так, да, на пальцах. То есть вот эти вершины, они на самом деле, как бы пересечения соседних парабол, они вычерчивают нам ребра, и в случае, когда у меня, скажем, вот эти вот, ну, там, да, они вот так вот движутся, соответственно, вычерчивают ребра, и в какой-то момент они схлапываются, тогда одна из дуг пропадает, становится какая-то вот такая картинка, вот, и мы получили вершину. Ну, и дальше опять она там как-то расходится, появляются новые ребра и так далее. То есть точки пересечения парабол заметают ребра, а удаление дуг парабол соответствует появлению вершины, ну, или то же самое, что схлапываются какие-то два ребра в одной точке. Вот, ну, и, соответственно, алгоритм просто идет аккуратно так сверху вниз, поддерживает все события, которые будут происходить, да, то есть для всех трех соседних параболок поддерживает вот эту вот точку пересечения, ну, точку описанной окружности, заводит себе новое событие, что если прямая L дошла до такого уровня, то появляется Circle Event, и там нужно как-то аккуратно удалить, провести новые ребра и добавить новую вершинку, диаграмму Ронова. Вот, ну, а если Sight Event, то нужно просто добавлять вот такую вот параболу, понимать, где она здесь пересекает, ну, там, одну из парабол, которые были раньше в статусе, разбить как-то, ну, там, подразбить мой статус, что сначала у меня есть вот этот кусок параболы, потом этот кусок параболы, потом этот кусок параболы, да, то есть раньше была одна парабола, теперь стало три, вот, ну, точнее, три дуги параболы. И тоже самое нужно потом будет опять все тройки перебрать аккуратно, подряд идущие тройки перебрать, понять, не порождает ли они Circle Event, и если порождает, то тоже его добавить в очередь событий. Событий будет всего линейное количество, потому что каждое событие у меня это либо вершина диаграммы, либо одна из, один из сайтов. Поэтому событий линейное количество, ну, а дальше асимптотика, давайте напишем, что это событий, вот N событий, а их вся обработка обрабатывается, можно сделать за Nлог N, потому что нам, ну, тут нужно хранить какое-то дерево поиска на статусе, какое-нибудь дерево поиска, там, типа Декартово дерево или какое ваше любимое, АВЛ дерево, значит, дерево поиска на статусе, вот эти куски парабол, как их хранятся, потом вставка, удаление, это все делается за алгоритм. Вот такое очень недетальное описание этого алгоритма, писать здесь, конечно, его не очень хочется, потому что много всякого из них. Вот есть ли вопросы по тому, что здесь происходит? Ну, так, да, как бы без кода, но идея не предполагается. То есть я скорее на лекциях расскажу, на следующей лекции расскажу вероятность алгоритма для построения триангуляции дела N, и вот его уже можно писать. То есть, в принципе, вы это можете там где-нибудь подробнее прочитать и закодить, или просто основываться на том, что рассказал, тоже закодить. Вот, но будет круто, но не обязательно. А он легче, чем этот? Ну, на любителя, но мне кажется, что тут легче. По крайней мере, для меня тот, который я буду рассказывать, легче. Здесь как-то больше надо думать, там надо меньше думать. Там просто больше писать, но меньше думать. И поэтому, мне кажется, что этот алгоритм проще. То есть там понимать нужно меньше, всяких событий меньше и так далее. Поэтому, мне кажется, тут проще. Вот, хорошо. Значит, это была основная идея алгоритма Форчена. И как бы можно сказать, что мы более-менее описали, как можно за NLG строить диаграмму Воранова. Повторюсь, что вот эти вот узлы пересечения парабол, они нам и вычерчивают все ребра. Значит, как бы мы знаем, собственно, всю диаграмму. Хорошо. Теперь давай тогда переключаемся на триангуляцию Диланы. Триангуляция Диланы. Что это такое, зачем это нужно и так далее. Ну, сначала давайте определение. Видимо, опять я скажу, что есть набор сайтов. Пусть П – это набор сайтов. Значит, сначала вообще, что такое триангуляция. Триангуляция множества точек. Мы с вами знаем, что такое триангуляция многоугольника. Это разбиение внутренней части многоугольника на несколько попарных непресекающихся треугольников, так что вместе они покрывают весь исходный многоугольник. Ну, непресекающийся по внутренностям, то есть они могут пересекаться по границе. Значит, здесь у нас нет многоугольника, здесь у нас есть только набор точек, набор сайтов. И нам тоже нужно определить триангуляцию. Ну, тут все то же самое. Значит, это набор попарно непресекающихся по внутренности не пересекающихся по внутренности треугольников с вершинами в сайтах. С вершинами в сайтах. Ну, я напишу так. Объединение которых равно выпуклой оболочке множества сайтов. Объединение которых равно конвекс от P. Примерно рисую. Значит, мы понимаем, что нам нужна выпуклая оболочка множества точек P, множество сайтов P. Но вот есть какая-то выпуклая оболочка, допустим. Так. Дальше внутри есть еще какие-то сайты. Внутри или на границе, кстати, вполне спокойно могут быть какие-то сайты. Ну, например, триангуляция – это вот что такое. То есть триангуляции, конечно, может быть много, но вот одну из возможных я нарисую. Какую-то такую. Вот это триангуляция. Соответственно, несколько треугольников, вершины в сайтах. Все пересекаются только по границам или вообще не пересекаются. Ну, и объединение равно выпуклой оболочке. Вот, пожалуйста, вам что такое триангуляция. А, ну и, конечно, ребра выпуклой оболочки тоже являются ребрами наших треугольников. И это надо тоже нарисовать. Вот этот вот один треугольник, да, вот этот второй треугольник. И здесь тоже есть территориум. Больше такое триангуляция. Значит, зачем это может быть нужно? Зачем это может быть нужно? Ну, давайте пример ландшафт. Задача такая. У вас есть какая-то карта, ну, карта, не знаю, горной местности или не обязательно горной местности, просто произвольной местности, где вы для некоторых точек знаете высоту. Да, то есть понятно, что у каждой точки на Земле есть какая-то своя высота над уровнем моря. И вот если локально моделировать поверхность как плоскую поверхность, то у каждой, ну, не как плоскую поверхность, да, а как плоскость, над которой есть как бы вот какая-то фигура, да, Земля. То есть, грубо говоря, мы говорим, что есть какой-то нулевой уровень, нулевой уровень моря, а дальше Земля вот как-то там над ним сверху находится. То есть вот это плоскость моря, и Земля – это там, ну, вот какая-то такая горная штука над ней. Значит, Земля – это уровень моря. как откуда нам могут быть известны вот эти вот высоты над уровнем моря в каждой точке ну понятное дело что нам не может быть достоверно известна высота в каждой возможной точке скорее нам известно что-то что-то дискретное скажем нам известна высота в этой точке в этой точке в этой точке в этой точке ну и так далее то есть в некотором конечно дискретно множество точек известная высота можно перерисовать следующим образом есть у вас просто несколько точек на То есть если мы спроектируем все точки, в которых мы мерили, спроектируем их на море, то, по сути, есть просто много точек, в каждой из которых написано под числом. Высота h1, h2, h3 и так далее, hn. Короче, есть несколько точек, в каждой из которых вы знаете высоту. А дальше ваша задача как-то по вот этим частичным данным, по измерениям в n-точках, как-то довольно хорошо, довольно близко представить настоящий ландшафт. То есть мы забываем, что нам известна конфигурация ландшафта целиком, мы знаем только измерения в n-точках, и вот мы хотим теперь восстановить сам ландшафт как можно тоньше, как можно лучше. Здесь есть два способа, как можно восстановить ландшафт. Давайте напишем «восстановление ландшафта по n-точкам». Первый способ через диаграмму Воронова. Диаграмма Воронова. Значит, она работает следующим образом. Давайте мы вот на этой плоскости, на уровне моря, давайте мы построим диаграмму Воронова для этих точек, для этих сайтов. Ну, здесь опять-таки будет какая-то такая картиночка, опять неправдоподобная у меня, но бог с ним. Так, я ее нарисую, совсем не стараюсь. Ну, вот какая-то такая диаграмма Воронова есть. И чтобы смоделировать исходный ландшафт, давайте, окей, ну, вот у меня есть какая-то ячейка диаграммы, и здесь какая-то там высота h и t. Давайте тогда просто этот многоугольник, выпукланный многоугольник, я подниму вверх на высоту h и t. И тогда в пространстве у меня будет такая вот ступенчатая штука, давайте я нарисую как могу, а то есть там есть в этом многоугольник ячейка на плоскости, я поднимаю все клетки этой ячейки вверх на одну и ту же высоту, получается тоже многоугольник как бы, ну вот, уже в пространстве. Дальше был какой-то другой здесь многоугольник, я его тоже поднял на свою высоту, которая соответствует той вот ячейки, ну, той точке, которая внутри него лежит. И в итоге у меня получается такая ступенчатое моделирование ландшафта, да, такие ступеньки. Вот, ну, в принципе, неплохой способ, но, конечно, здесь все очень дискретно, очень разрывно. Если, скажем, у двух довольно близких точек сильно разная высота, то у вас получается, что какой-то безумный скачок, да, что у вас ландшафт, он даже не непрерывный. У вас есть такой скачок между двумя близкими точками. Значит, проблема – это не непрерывность. Проблема – отсутствие непрерывности. Вот, второй способ – это как раз через триангуляцию пойти. Триангуляция, значит, я буду писать так, треугольник, C, для краткости – триангуляция. Значит, что это значит? Вот давайте я на исходном множестве точек, на исходном множестве сайтов, где я померяю высоту, построю какую-нибудь триангуляцию. Так, да, давайте, ну, давайте здесь опять-таки это сделаем. Вот есть точки, давайте есть какая-то триангуляция. Дальше я что знаю? Я знаю для каждой точки, для каждого сайта, я, по сути, знаю высоту этой точки, да, где она на над уровнем моря находится. Тогда давайте теперь просто все эти точки поднимем на нужную высоту, и треугольник у меня как бы тоже поднимется, да, получается, что как бы каждый треугольник станет таким наклонным треугольником между какими-то сайтами, где мы знаем высоту. То есть такая картинка превратится во что-то такое. Есть у меня там точки какие-то, я каждую точку поднимаю на свою высоту. Ну, так, ну и дальше тут триангулирует какой-то такой треугольник, такой треугольник, такой треугольник и такой треугольник. Ну, то есть это уже какая-то более адекватная штука. Она будет, конечно, уже непрерывная, да, потому что на каждом треугольнике у меня такое непрерывное как бы движение. И сшиваются два треугольника по общему куску ребра, который тоже является отрезком из одной точки в другую. То есть сшивка разных наших кусков функций тоже непрерывная. Поэтому это уже будет непрерывная функция и, в принципе, это уже что-то более адекватное. Значит, здесь есть непрерывность. Хорошо, но вот давайте еще рассмотрим такой пример, почему любая треугольняция нам не подойдет. Значит, например, давайте смоделируем какую-нибудь такую узкую гору, такой горный хребет. И, соответственно, набор высот, который мы намерили, может быть, например, таким. Значит, здесь по бокам нули, какая-нибудь равнина, почти что затопленная водой на уровне моря. А здесь какая-нибудь узкая, но высокая гора. Скажем, здесь числа порядка тысячи. Числа порядка тысячи. То есть в идеале мы хотели бы нарисовать ваншафт какой-то такой. Здесь что-то плоское, а здесь вот такой вот скачок, который, соответственно, нашим горному хребету. Вот что-то такое мы хотели бы нарисовать. Вот это примерное наше то, как выглядит ландшафт. Я, конечно, уже нарисовал. Давайте я что-нибудь получше сделаю. Так это выглядит все. Ну и там так спускается. Здесь есть, конечно, хорошая треугуляция. Ну, например, что-то вот такое. Сейчас давайте. Ну да, можно нарисовать что-нибудь вот такое. Если рассматривать вот такую треугуляцию, то, в принципе, все получится нормально. Потому что здесь будет треугольник, лежащий на плоскости. Ну, здесь просто как будто точка, она поднимается на высоту тысячи, а здесь будет такой треугольник наклонный как раз вот что-то такое. Значит, здесь тоже самое будет. Такой треугольник наклонный с высотой тысячи. Короче, так будет нормально. То есть какая-то треугуляция нам подойдет. Но если мы рассмотрим плохую треугуляцию, сейчас ее нарисую. например давайте рассмотрим триангуляцию в которую входит вот скажем такой треугольник это есть и вот это есть вот такие два треугольника скажем есть когда смотрите вот здесь поскольку у меня высота 0 и здесь 100 0 то весь этот отрезок весь отрезок между ними тоже соответствует куску треугольника на стену здесь везде нули эти точки как бы не подразумевать не подозревает даже что в этом же треугольнике есть дыши на власти 1000 и получится в нашем вот этом вот в нашей треангуляции как бы ну какая такая штука вот есть один треугольник какой-то такой есть другой треугольнику это вот такой тяжело рисовать короче у меня получится что в нашем горном хребте вот это вот есть такие просадки на нулевую высоту то есть есть высота 1000 она потом переходит высоту 0 потом 5000 а потом если опять такая же плохая треангуляция будет восстановить и так далее то есть вместо какого-то непрерывного хрипта мы получим вот такие вот постоянные скачки от 1000 до нуля от высоты 1000 до восстановить понятно что это что-то плохое вот и один из выходов который на практике помогает это вот избавляться от какая проблема можно в этом рисунке понять что мы по сути взяли треугольник с очень маленьким углом и короче на практике часто так бывает что угол чем меньше тем как бы тем не менее адекватным треугольник он соответствует ну как у нас здесь да есть какой-то маленький угол то есть это значит он такой длинный тонкий и как бы соединяет далекие точки то есть даже если там какие-то близкие высоты там 00 то третья вершина может быть какой-то очень очень другой высотой а мы такого не хотим поэтому на практике часто пытаются вот этот вот минимально возможный угол максимизировать здесь проблема это так называемые тонкие треугольники то есть маленькие углы то есть маленькие углы маленькие углы вот ну и отсюда собственно и возникает задача это таким образом триангулировать наше множество сайтов чтобы минимальный из углов всех задействованных треугольников а вот как можно больше найти триангуляцию в которой минимальный угол максимально вот значит среди триангуляции нам нужно искать вот каком смысле такую экстремальную в которой все углы ограниченные снизу к каким-то там числом радиан как можно больше чтобы у нас не было очень таких тонких выраженных треугольников то есть эти треугольники да вот они почти что близки даже к отрезкам то здесь если такой маленький угол это почти что даже выраженный треугольник да почти что просто отрезок если . очень недалеко отстоит от стороны вот с таким и хотим бороться хорошо ну и вот собственно и треугольник дело в eines это ровно то что нам дает триангуляцию с минимально возможным углом давайте пока не будем формально писать какой-то треугольник дианный мы потом позднее докажем что короче если правильно задать треугольник судил на ней чуть позже это определим то в ней минимальный угол будет максимально возможным А пока что давайте мы докажем опять утверждение про линейность размера триангуляции и даже то, что в любой триангуляции одинаковое число ребер и треугольников. Пусть есть триангуляция множества из N сайтов, причем на границе. В выпуклой оболочке этого множества, confp, лежит k сайтов. То есть мы поняли, что на выпуклой оболочке бывают сайты, это ничего не предъявляет, что пусть их суммарно k, учитывая в частности точки на сторонах. То есть не только на границе, но и на сторонах. Суммарно пусть их k. Да, ну и причем не все сайты на одной прямой. Тоже нам важно. Не все сайты на одной прямой. Тогда утверждается, что в этой триангуляции, то есть на самом деле в любой триангуляции по данному множеству точек, ровно 2N-2-k треугольника и 3N-3-k ребер. То есть если есть какой-то набор сайтов, на выпуклой оболочке которого лежит k сайтов, и причем не все сайты на одной прямой, тогда какой бы мы триангуляцию ни рассмотрели, в ней обязательно одинаковое число треугольников и одинаковое число ребер, которые задаются под этим формулами. Доказательство – это опять формула Эйлера. Формула Эйлера. Значит, связанность здесь очевидна. Связанность очевидна, потому что поскольку триангуляция в объединении дает всю выпуклую оболочку, то, понятное дело, по сути, каждая точка просто покрыта каким-то треугольником, значит, у меня как бы все, ну, даже не знаю. Чтобы доказать связанность, давайте рассмотрим любые две точки. Они покрыты какими-то треугольниками, вот, и, как бы, грани, точнее, границы, да, вот эти стороны тоже кем-то покрыты, и мы можем так переходить, чтобы попасть из одного треугольника в другую. Связанность здесь на пальцах просто доказывается. Так, хорошо, значит, ну, что мы тогда знаем? Мы знаем, что число вершин, ну, число вершин мы знаем, здесь n вершин. Давайте я напишу опять-таки, да, формула Эйлера. Вершины минус ребра плюс грани – это двойка. Вот, и пусть всего m треугольников. Пусть m треугольников – наша треугуляция. Хорошо, тогда вершин ровно n, потому что мы в качестве вершин рассматриваем только сайты, n сайтов у нас. Дальше минус e ребер и плюс сколько будет граней. Значит, у меня m треугольников, да, это ограниченные грани, и плюс есть одна неограниченная бесконечная грань, которая равна плоскость без выпуклой оболочки. Поэтому ребер, по этому грани у меня будет ровно m плюс 1. Будет m плюс 1 грани. Теперь давайте еще почитаем число ребер. Ребер у нас, на самом деле, будет 3m плюс k пополам. Потому что в каждом из m треугольников ровно 3 ребра. Дальше у внешней грани ровно k ребер. Потому что раз k сайтов лежит на выпуклой оболочке, то там получается как раз ровно k отрезочков. Каждый отрезочек – это ребро внешней грани. И все делим пополам, потому что таким образом я каждую сторону посчитал дважды. Каждую сторону между двумя треугольниками я посчитал от двух треугольников. А если сторона – это часть выпуклой оболочки, то она от треугольника пришла и от внешней грани. Поэтому нужно поделить пополам, чтобы как раз каждый ребро посчитать по одному разу. В итоге получается уравнение n минус 3m плюс k пополам плюс m плюс 1 равно двойке. Но отсюда все следует. Отсюда следует, что m – это 2n минус 2 минус k. То есть мы решаем просто линейное уравнение. Получаем, что m ровно вот такое. Вот это будет m. Ну, а числой ребер считается уже по вот этой форме. Все. То есть опять линейный размер, линейное число треугольников, линейное число ребер. И причем нам даже не важно, какая именно эта треангуляция. В любой треангуляции будет ровно столько треугольников, ровно столько ребер. Хорошо. Так, ну, смотрите, поскольку времени особо не остается, давайте мы определим, что такое треангуляция делана. Пока что ничего не будем доказывать. Все докажем в следующий раз. Что определение. Пусть P – набор сайтов, а ворот P – это его диаграмма Варанова. Диаграмма Варанова. Тогда граф Делане не треангуляция, а граф. Это вот что такое. Значит, вершины – это сайты. вершины – это сайты. То есть вершин ровно N по количеству сайтов. А ребра соединяют сайты, ячейки которых имеют общий кусок границы положительной длины. То есть либо разделяют ребро, либо разделяют общий луч. То есть ребра соединяют сайты, которые… Нет, ячейки которых имеют общую сторону в виде ребра или луча. В виде ребра или луча. Это граф Делане. То есть мы просто взяли в качестве вершины наши исходные сайты, а ребра провели для тех пар сайтов, ячейки Варанова которых пересекаются по чему-то содержателю. Не по вершинке и не по пустому множеству, а по ребру положительной длины или по бесконечному лучу. Это граф Делане. Теорема, которую мы докажем в следующий раз, что граф Делане на самом деле плоский. Граф Делане плоский. То есть если мы просто таким образом проведем ребра, ну а ребра – это прям вот отрезки, соединяющие два сайта. Ребро – это отрезок. И если нарисовать такую картинку, то граф обязательно будет все плоский. Вот как в этом примере. Давайте его опять нарисую. Есть пять сайтов. Есть диаграмма Варанова. Вот такая вот. Соответственно, как здесь будет выглядеть наша треангуляция, точнее, наш граф Делане. Вершины – это сайты. А соединяются те сайты, ячейки которых разделяют общий кусок границы. То есть, в частности, у меня вот этот будет соединен со всеми четырьмя, потому что есть вот эти ребра в диаграмме Варанова, которые как раз разделяют две средние ячейки. А также будут вот такие ребра проведены для всех вот этих вот вершинок. Поскольку, да, вот есть, скажем, вот этот луч, который разделяет наши две ячейки, значит, мы проводим ребро между вот этими вот двумя, точнее, проводим отрезок между вот этими двумя сайтыми, которые отвечают соседним ячейкам. Вот. И утверждает, что такая укладка этого графа, то есть просто если провести ребра в качестве отрезков, то получится у нас, получится плоский граф, то есть без пересечений. То есть граф без пересечений. Без пересечений. Вот. Ну, это, наверное, докажем в следующий раз. Вот. Ну и определение следующее, что теперь у меня есть вот этот граф Дилане. В нем некоторые грани могут быть на самом деле не обязательно треугольниками, а произвольными многоугольниками. Так вот, треангуляция Дилане. Это треангуляция, полученная из графа Дилане. Из графа Дилане. Под разбиением всех граней на треугольнике. Давайте быстро объясним, что это значит. Вот смотрите, я построил граф Дилане, он у меня уже получился треангуляцией. То есть есть наши пять точек, каждая грань на треугольник – это уже треангуляция. В общем случае это не обязательно так. Можно быть такое, что когда вы нарисовали такой граф Дилане, у вас одна из грани будет, скажем, четырехугольник. Ну или там даже пятиугольник. То есть, в принципе, грани этого графа, который мы построили выше, они могут быть не треугольными. Да, никто не запрещает. И это происходит ровно в том случае, когда вот эти вот пять сайтов, они равноудалены от какой-то одной и той же точки, которая будет являться совершенной диаграммой Ранова. То есть какая-то точка Q, равноудаленная от больше, чем трех сайтов, вот такая, то есть на этом круге лежат сразу четыре, пять, шесть, много сайтов. И тогда в качестве грани графа Дилане будет вот такой многоугольник выступать. И дальше, чтобы получить реангуляцию этого множества точек, множества сайтов, давайте я просто произвольным образом доподразобью этот многоугольник на треугольнике. Ну, скажем, вот так. И давайте здесь вставлю важное слово «любая реангуляция». То есть мы получили граф, каждая грань которого, как мы докажем, является выпуклым многоугольником, выпуклым многоугольником, и потом мы его просто подразбиваем на треугольники, как угодно. То есть неважно, я проведу вот такие две диагонали или, скажем, вот такие две диагонали, как не проводи там диагонали, то есть как не дотреангулируй этот выпуклый ногоугольник, получим триангуляцию деланное. То есть по определению триангуляция деланное строится так. Мы построили сначала граф деланное, потом каждую грань произвольным образом триангулировали, и то, что получилось, это и есть триангуляция деланное. И мы докажем про эту штуку свойства, то, что если так строить триангуляцию деланное, то, если так ее определить, то как раз-таки это будет триангуляция, у которой минимальный угол максимально возможно вот на этом все и заканчиваем следующий раз про делали спасибо до свидания